Нас называют по-разному, кто-то называет это фолк-панк, кто-то называет психофолк, как угодно, но мы сами этого ничего не придумывали, это все посторонние люди. Вначале это были народные мелодии, то бишь то, что мы играли сначала в акустике, перенесли это в электрическое звучание, а потом вот сейчас уже, что в голову взбредет, то уже играется. Это альбом, это частка фольклорного материала, каким мы играли акустикой, а потом зарабили такую местную версию. И так само наши песенки и музыка нашего авторства. Альбом отрымался так само не таким концептуальным, как все любят думать, потому что песни довольно разные, но все равно их объединяет то, что они написаны в один час. И мы над ними працавали не эти годы-два. Буйнеку альбом для нас отрымался таким довольно логичным, потому что у нас есть и новые песни, но мы их специально не записывали, а записали только те песни, которые дотачатся отповедного термина нашей деятельности. Не, ну в конце все-таки есть новая песня, и как это, это такой мостик в будущее, чтобы люди знали, к чему готовиться. В первую очередь стоит послушать, кому нравится фолк, наверное. Фолк-рок. Фолк-рок, да, что-нибудь такое. Вот. Насчет сильных и слабых сторон, вообще от нас не ждали, что мы запишем его такой. Получился очень прилизанный такой альбом, ужасный, в плане того, что мы хотели... Хотели сделать его грязнее. Как в слово не разбирались. А в итоге все так получилось, и каждое слово понятно, и звук такой какой-то странный для нашего уха. Не концертный. Наверное, в этом есть плюс. Люди смогут послушать, придут, будут думать, что там вот целые сейчас пять гитаристов одновременно сыграют. Ну, там есть моменты, на которых записан чуть ли не оркестр гитарный. А в итоге придут и услышат, ну, тоже веселую музыку, не такую прилизанную. Более энергичную. Да, более энергичную. На концертах это... Это мы эксклюзивные. Подачи материалу и тем, что мы выкорастовываем прикольный сплав музыки. Потому что те люди, которые слушают фолк, кажут, что это не совсем фолк. Те, кто слушает рок и панк, кажут, что это не рок и панк. Но в результате отрывается довольно интересный проект. Но мне не соревно не дать послухать никому. И даже если не играл в эту музыку, мне было бы интересно послухать. Так что, по-перше, мы робим гэта для сябе. А по-другое, им кнемся, как много людей послухало гэта. И сказала, что все, что здорово. Потому что людей, которые до нас ставятся, нет. И есть... Вау! 24 раунда в клубе граффити у нас будет презентация альбома. И мы будем пробовать сделать гук больше подобный от того, что можно почуть на альбоме. Потому что это необычный концерт. Мы сыграем весь альбом именно в этой парадке трек-листа, как он звучит на альбоме. Плюс сыграем новые песни. Потому что... Той материал, який мы можем почуть на альбоме, он сделан еще при конце 2011 года. И... И... Тому взразумело, что новые песни у нас так само есть. На альбоме можно почуть жаночий вокал. У нас в гурте девчины нема. Девчина с гурта Омут. Эльвира Стельмашук. Ось она с нами спеет, как на альбоме. Потому что, звучайно, жаночую парту и вокалы выконываю я. Это довольно потешно. А левость тут мы выросли уже. Все, как мое быть, срабить. Еще с нами будет группа Омут. Наши друзья. Наш бывший барабанщик, который записывал с нами альбом этот. Вот. И тоже будет очень, думаю, весело. Они тоже должны повеселить народ определенно. Приходите. Должно быть весело. Будет круто. Нас знает, знает, что наши концерты всегда отличаются. Потому что мы сами не знаем, что на них будет. В плане шоу. Но что-то будет обязательно. Буде выбух. Мяк заужды.